Добрый день, уважаемые коллеги, благоволожаемый Алексей Михайлович, Андрей Петрович, коллеги. Рад приветствовать вас из города трех революций, но в онкологии, наверное, революции еще пока далеко. Мы, как уже мои коллеги говорили, стараемся, так сказать, следовать курсу руководства нашей страны в отношении национальных проектов. Ну, несколько подробнее о них изложу в своей презентации. Ну, для начала хотелось бы сказать, что ровно год назад я читал подобный доклад на нашем уважаемом форуме «Белая ночь», совершенно другое сейчас восприятие реальности и онкологической службы в целом. Тогда доклад был посвящен, наверное, перспективам, исполнению, значит, мероприятию 915-го приказа, что такое ЦОП, примерно себе, так сказать, слабо представляли, что с ним дальше делать, то же самое. Ну, сейчас уже накопился определенный опыт, который, наверное, будет интересно с коллегами обсудить. И вот доклад коллег из Института Блохина, наверное, как-то перекликается с некоторыми выводами, которые нам пришлось сделать на основании эксплуатации и введения в практику этих центров амбулатурно-онкологической помощи. Значит, сейчас наш город, это огромный мегаполис, второй после нашей столицы, нашей родины, город Москва, он насчитывает сейчас более 5,5 практически миллионов жителей, 18 административных районов и площадь, раскинувшись на площади полторы тысячи квадратных километров, видите, в виде такой подковы. Северные районы, южные районы. На что это оказывает влияние? Как-то исторически так сложилось, что в северных районах нашего города, именно вот, видите, в курортном районе нашего Санкт-Петербург, где я подведу, я трансляцию, мои коллеги из МИЦ-онкологии, находится аж 5 онкологических учреждений. И всего одно онкологическое учреждение городское, городской клинический онкологический диспансер, находится на юге нашего города, во Фрунзенском районе. Ну, эталонная модель оказания в рамках нас проекта «Онкологическая помощь» представлена на замкнутый цифровой, единый цифровой контур, который пока, к сожалению, еще у нас в городе не замкнулся. Это медицинские организации первичного уровня, скрининговые программы, районные онкологические центры, дальше онкологические диспансеры Российской Федерации. Что касается штатной укомплектованности, к настоящему моменту штатная укомплектованность в нашем городе составляет 83%. Ну, чуть меньше она в амбулаторных условиях, там 79%, и чуть выше, в 88% в социанарных условиях. Несколько меньше укомплектованности радиотерапевтами, но тем не менее она более-менее на круг приемлемая, 86%. Что же касается кое-количества, значит, их у нас в городе 2138, радиологических 250, представленные средние продолжительность лечения, у них небольшая, 9, средний койко-день, и укомплектованность на 10 тысяч населения 3,97. Если помните доклад предыдущих коллег, в России примерно 2,5 кадровые единицы на 10 тысяч населения. То есть у нас налицо некий переизбыток онкологических коек, но справедливости ради надо сказать, что в состав этих 2138 коек входят онкологические койки стационаров, оказывающие онкогематологическую помощь. Как вы, и статистики, они эти, онкогематологические больные, наши онкологические статистики, они бывают. Но вот, тем не менее, количество коек выглядит достаточно большим. Кроме того, в составе наших учреждений, головным учреждением нашего города, тем не менее, является федеральное государственное учреждение на медицин-онкологии Миллокина, которое является лечебной и образовательной базой для наших же коллег из городских учреждений. В этом году проводится в нем серьезная научная исследовательская и диагностическая работа онкологических больных. Три других учреждения представлены городскими учреждениями здравоохранения, представлены они в виде городского клинического онкологического дисфансера, клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи, два больших стационара на севере и на юге города, точнее, на юге и на севере, соответственно, и городская больница номер 40, где выполняются все виды юридических вмешательств и противопухолевые лекарственные терапии, в том числе роботические и оперативные вмешательства. Но, учитывая вот эту статистику, она представлена по койкам и оснащенности кадровым составом, она представлена все-таки учреждениями под ведомствами комитета возрахранения. Обращаю на себя внимание вас, коллеги, на то, сколько организаций в городе оказывают эту онкологическую помощь. И, собственно говоря, только лишь вот эти небольшой перечень учреждений, собственно, под ведомственной комитету возрахранения. И, наверное, обязательное для них выполнение как маршрутизации, так и других распоряжений комитета возрахранения. Кроме того, об этом говорил Вадим Владимирович в предыдущем докладе, существует достаточно большое количество организаций, оказывающих эту специализированную помощь. Помощь, в частности, медицинские организации частной формы собственности, Дорожная клиническая больница УАВа Петр, МЕДСИ, ЛДЦ, МИПС. И, видите, достаточно большой список федеральных ведомственных учреждений. Они имеют эти учреждения достаточно серьезные, объемные, финансированные в рамках ОМС. И те цифры, которые звучали, 11 миллиардов, они не выделены, естественно, они выделены только на городские учреждения захоронения. Эта помощь оказывается и в федеральных, и в медицинских организациях частных. Но есть определенные нюансы, как говорится, которые вызывают проблемы взаимодействия между этими организациями, подведомственным комитетом и федеральным и частным. Ну, к примеру, многие федеральные частные организации, а, наверное, все, не выгружают данные в регистр Санкт-Петербурга. Соответственно, электронная медицинская карта Петербургства, это так называемый электронный медицинский регистр, не может этих пациентов учитывать. Поэтому популяционный раковый регистр в своей статистике не видит пациентов, которые были либо прооперированы, либо пролечены в других неподвенцах комитетов и организациях. К сожалению. Так, например, форма 090 передается только в военно-медицинской академии Миникирова. 27-я форма передается только клиникой Пирогова, медицинкологии нашему уважаемому, и военно-медицинской академии. Все остальные в этом процессе не участвуют. Таким образом, пролечен пациент, не пролечен, мы узнаем только лишь после его, скорее всего, когда он повторно уже обращается в государственные учреждения здравоохранения под ВИЦ-комитетом и пропадает, в общем-то, из поля зрения в нашей статистике. Это, конечно, достаточно печально, но сложно пока этот вопрос решить. Может быть, наши коллеги из других регионов поделятся своим опытом работы в этом отношении. Наша региональная программа утверждена губернатором Санкт-Петербурга 28 июня прошлого года. И основными показателями, которыми целевыми является пятилетняя выживаемость, вы видите, базовое значение 55,5%. В 2019 году мы достигли 56%. Ранее выявление базовое значение 53%, фактически 55%. План практически достигнул. Однограничная летальность. В прошлом году, в 2019, целевой показатель, такой как 21%, достигнут, к сожалению, не было. Но, опять-таки, это моменты статистики. И привести на круг, выявили пациента при период в каком-либо учреждении. А данных о нем в нашей системе электронного здравоохранения в Санкт-Петербурге просто нет. Что же касается центров амбулаторной помощи, это, наверное, уже это слово, сочетание центров амбулаторной онкологической помощи уже немного оскомину надели, но действительно есть проблемы. Серьезная проблема. В идеале, центр амбулаторной диагностики, амбулаторной онкологической помощи должен оказывать мероприятие по ранней диагностике, раннему выявлению и быстрейшему стадированию пациента с уже выявленным онкологическим заболеванием. И вот та новая функция, о которой сегодня много говорили, это проведение противопухоли лекарственной терапии в условиях дневного стационара. Это новая функция. И, наверное, она является наиболее проблемной в нашем городе, в нашем городе, потому что ведь из восьми открытых соопов, это четко видно на слайдах профессора Стажарова, по выставленным счетам работают реально только три. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что, во-первых, объемы были на это, прежде всего, противопухоли лекарственной терапии выделены в феврале месяце. Ну, многие не успели закупить эти все вещи. Кроме того, существует Центр амбулаторно-онкологической помощи, который на тот момент, открытие 2019 года, не совсем удовлетворяли по медицинскому, по техническому оснащению требованиям 915-го приказа. Ну, например, один из нас в Южном ЦАУП Московского района, ну, на тот момент не имел компьютерного томографа, но тем не менее, мы должны были его открыть. И в связи с этим очень серьезные проблемы возникли в последующем, в последующем открытии в 2020 году этих Центров амбулаторно-онкологической помощи. Поэтому я, наверное, соглашусь с Тиграном Гагевичем, что нужно ли столько Центров амбулаторно-онкологической помощи в таком городе. Если сложно сказать, потому что все-таки доехать там на трамвае с одной, с одного Центра амбулаторно-онкологической помощи или с другого района в ту же медицинскому или тот же КНПЦ достаточно просто. Но, тем не менее, вот сейчас ситуация следующая. Счета выставлены там в большей или меньшей степени только тремя Центрами амбулаторно-онкологической помощи, касаемые противопухолекарственной терапии. Вот такую проблему мы сейчас имеем. Хотя все в принципе у этих Центров амбулаторно-онкологической помощи есть. В апреле многие должны были стартануть в этом смысле, но, к сожалению, эти известные причины остановили их. Что касается маршрутизации, в соответствии с открытием новых ЦИОПов возникла необходимость в изменении маршрутизации наших пациентов онкологических в нашем городе. И сейчас она выглядит схематически в таком виде. Северные районы замкнуты на КНПЦ и городской больнице номер 40 в плане и обследования и дальнейшего специализированного лечения Южный на городской клинический онкодиспансер, куда пациенты после верификации диагнозы центров амбулаторно-онкологической помощи должны поступить на специализированное стационарное лечение. Очень сложная проблема лекарственного обеспечения граждан нашего города. Лекарственное обеспечение за последние три года вы видите менялась схема лекарственного обеспечения за последние три года менялась трижды. До 2019 года это субсидия медицинских организаций на лекарственные средства и средств бюджета Санкт-Петербурга оплачивался в стационарах города только койко-день в рамках средств МОЭС. Затем в 2019 году достаточно приличные субсидии медицинских организаций на лекарственные средства из фонда из бюджета Санкт-Петербурга и плюс в стационарах один из стационарах койко-день и федеральная модель КСГ. В 2020 меняется ситуация в третий раз. Появляется так называемая региональная льгота или льготное лекарственное обеспечение, которое обеспечивает наших льготную категорию граждан таблетированными лекарственными препаратами. Закупка производится комитетом по здравоохранению и выдача этих препаратов осуществляется по льготным рецептам в аптеках нашего города. И федеральная модель КСГ, о которой сегодня много говорили, где достаточно приличные объемы 600 схем примерно выделены на обеспечение этой деятельности в медицинских организациях. К сожалению, те таблетированные схемы, которые выполняются, реализуются в наших учреждениях, конечно, не очень серьезно отвлекают ресурсы наших стационаров и дневных стационаров от нормальной плодотворной работы. Все это может, конечно, выполняться в рамках льготного лекарственного обеспечения. к примеру, это, наверное, какой-то выход может быть от дефицита финансирования уклонного в сторону лекарственного льготного обеспечения. Вы видите, например, схема доброфенип, трампетенип. Один пациент 30 дней. В рамках ОМС 829 тысяч, в рамках льготного лекарственного обеспечения, грубо говоря, выдача таблеток в аптеке 362 тысяч, почти в три раза меньше. Что касается анастрозова, известные вещи, в рамках ОМС 20 тысяч, льготное лекарственное обеспечение 182 рубля. То есть, но, к сожалению, в текущем году возникло некое, на мой взгляд, и на взгляд нашей онкологической общественности, недофинансирование этого, программы льготного обеспечения, в которой мы постараемся инициировать дополнительные деньги на следующие полгодия и на 2021 год, чтобы как-то снизить нагрузку с наших уважаемых учреждений стационарного типа. Молекулярно-генетические исследования внедрены буквально в конце прошлого года и в текущем году выполнено совместно с территориальным фондом внедрение тарифа на фиш-реакцию. Вы видите, все необходимые для выполнения теста расходные материалы имеют регистрационное расстояние и изделие медицинского назначения. Все эти исследования сейчас доступны. Знаете, до прошлого года они были доступны лишь в рамках платных услуг, либо клинических испытаний, исследований. Сейчас эта работа проведена и совершенно доступна для жителей нашего города в отношении молекулярно-генетических исследований. Ну, остеемодифицирующие агенты, наверное, всем известная и понятная история, когда эти препараты были исключены из перечня онкологических препаратов, выполнена совместно с ТРФондом серьезная работа, внедрены в прошлом году два тарифа на бифосфонаты и доносума, которые позволили эту тяжелую проблему, да и нагрузку на учреждения, то есть им закупать приходилось в рамках других, так сказать, закупок эти, ну, по сути, конечно, онкологические препараты, но исключенные из этого списка. И таким образом внедрение этого тарифа позволило вот эту проблему немножко сгладить. Ну, известные ситуации в конце марта появились проблемы эпидемиологического характера в наших учреждениях. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой не только в наших уважаемых учреждениях. И в МИЦ онкологии, вы знаете, на несколько раз закрывались отделения на карантин. В частности, в нашей больнице перепрофилировано 730 коек на лечение ковид-патологии. Но, тем не менее, онкологическая помощь продолжала, оказывается, и продолжает, оказывается, и будет продолжаться, оказывается в специализированном варианте. Ну, и амбулаторная помощь. То, о чем говорили коллеги, безусловно, свернута программа, к сожалению, диспансеризации, скрининга, остановка диспансеризации и, соответственно, как следствие накопления, наверное, запущенных в последующем форуме. С этим связан, наверное, некий дефицит сейчас первичных больных. Он есть во всех стационарах. Это я опрашивал наших коллег-руководителей учреждений, потому что, ну, по понятным причинам. И, к сожалению, к сожалению, когда эта проблема разрешится, ну, я думаю, на этом форуме мы должны какое-то решение все-таки предложить. Наверное, программы скрининга и диспансеризации все-таки должны каким-то образом быть включены в стандартный их вариант обследования. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!